Я уже в предыдущих роликах рассказывала, ссылку мы на них оставим в описании, чтобы посмотрели. Много информации я там уже рассказывала. Но сегодня хочу еще немножечко добавить по поводу... Я не буду в рту держать эту мохнатку! Отстань! Так вот, Вячеслав, ты меня сбиваешь с мыслью. Вот я хочу много сказать. В общем, по поводу Семиза. Кому это замечательное место вообще очень сильно благодарны. Развитие как курорта. Я уже говорила, что это семья Мальцовых. Ну, самый первый из Мальцовых Иван Мальцов. Он выкупил это большое-большое такое вот, большую территорию, да, в Семизе. Еще в 1820-х годах. Здесь были раньше, кстати, виноградники в основном, да, то есть такого плана. Он себе построил, по-моему, небольшой домик и построил винзавод. Винзавод он до сих пор тут есть, и Массандра там работает в нем. Где-то по дороге вот можно ехать и увидите. Вот, это был самый классный завод, потому что он был и сухой, там никакой там ни плесень, ни вода нигде не протекала. В общем, был супер. Но у него был сын, который продолжил дело развития Семиза. Причем и внуки тоже продолжили. У него еще два внука было. Так вот, вся эта семейка, они очень интересно обустроили сам поселок. То есть у них была тут обширнейшая земля. И они решили, что можно привести ее в порядок. Им, в принципе, столько-то много не надо. И западную часть они решили продать. Но перед этим, не просто так продать, да, они перед этим сделали его более привлекательным. То есть они очень много вложили сюда, но, тем не менее, они потом получили с лихвой. Потому что, во-первых, был такой Семенов у них, военный инженер, который им тут помог, так сказать, размежевать территорию, да, то есть обустроить улицы, участки распланировать, где какие должны быть границы участков. В общем, провели они сюда, дорогу построили от шоссе вниз сюда, по крутому склону. То есть чтобы уже легко было заезжать семейство. Они провели здесь водопровод, они канализацию построили, они освещение везде здесь провели. То есть семейство начал освещаться. И дали объявление о том, что вот продается, значит, участки такие. И они были так удивлены, что у них, во-первых, те, как горячие пирожки, участки разошлись. И еще люди требовали, еще хотели. Они поняли, что это суперземля, тут красота-то какая. И причем они продавали не там, не запаснословные деньги какие-то. Они, ну, мог купить, человек должен быть не очень богатым, но с достатком неплохим. То есть в принципе могли многие позволить. И так получилось, что они потом продали очень много. Тут потянулось знать, то есть это стало таким вот курортом прям. Тут строить начали дачи, виллы, доходные дома. Вот, например, как вилла Ксения, да? То есть это такая вот женщина по фамилии Чуйкевич, купила участок, построила здесь вот такую красивую виллу. Строил ее, конечно, проект Краснов. Особенно вот фасадами он хорошо занимался. И вот Семенов как раз-таки этот инженер военный, он руководил стройками. Красивое шотландское шале в стиле. Но Краснов решил, так как это все-таки южный регион, сделать более большие окна, чтобы больше света проходило. В общем, ну, сдавались номера, 28 номеров было. Ну, потом она продала ее, а потом ее национализировали после революции. Здесь тоже немножечко было, типа, сдавали там какие-то доходного какого-то. Ну, недоходный это назывался. В общем, потом это стало коммунальной квартирой. Ну, вот. Это по поводу виллы Ксении. Это по поводу виллы Ксении. А за ней вилла мечты, мечта. Вилла мечта, да. А что ты по ней можешь сказать? Ну, вообще, там, кстати, доподлинно, вот, экскурсоводы, никто не знает, кто автор проекта, кто строил, как бы. Заказчик, вроде как, известен, это польский банкир. Но, получается, ее не достроили еще, эту виллу мечту. И, ну, начались вот эти революционные все дела. И он убежал, убежал со страны. А потом, конечно, ее национализировали и достраивали уже потом при советах. И тут был один из корпусов, Красный Маг, по-моему, назывался. Сначала для раненых бойцов Красной Армии. Тут, ну, как санаторий был. Потом, вроде как, противотуберкулезный был. Ну, в общем, что-то такое. Ну, я думаю, Николай Романов добавит свою лепту в комментарии. Да, мы ждем ваших комментариев, Николай Романов. Николай. Ну, видишь, вот, как император себя назвал. Я вот, ну, всегда, да, немножко готовлюсь к тому, чтобы что-то вам рассказать. И читаю разные там сайты, ищу информацию. Так вот, по поводу виллы мечты, все сайты очень сильно путаются. Единицы сайтов есть, где можно прочитать достоверную информацию. Очень многие путают. В Семизе есть еще одна вилла, которая называется Хаял. В переводе она означает тоже слово «мечта». Но это дом Шлее. То есть владельцами были люди по фамилии Шлее. Из-за этого вот такая путаница. Кто-то начинает говорить, что это построено в псевдомауританском стиле, хотя тут дом не такой. А вот именно в псевдомауританском стиле это вот эта мечта, которая за виллой Ксении находится рядом. Она стоит на очень удобном месте. Рядом ее так огибает дорога. То есть ее можно посмотреть со всех сторон. Но она, к сожалению, сейчас непонятно, что с ней вообще происходит. Если Ксения видно, что хоть чуть-чуть там реставрационные работы-то идут уже какой год, да, ну, точно год с лишним уже идут, то мечта, к сожалению, просто ограждена забором, и ничего с ней не происходит. Я очень надеюсь, что в нее жизнь, наконец-то вдохнут в нее жизнь, потому что, ну, очень жаль. Она так вот интересно на фоне семьи засмотрится. Это башенка, да, вот как будто минорет башня. Очень красиво. Там раньше были резные какие-то вот деревянные ставни. Ну, слушай, а вот по поводу третьей виллы, где она находится? Давай поищем. Давай поищем. В общем, немного, если пройтись вверх, да, от аллеи, вот спортплощадку проходим. Тут рядышком все. И вот она эта вилла в удручающем состоянии. Как она? Хаял, да? Хаял. Хаял. В картах она, кстати, отмечена. Тоже в переводе мечта, Юля говорит. Пойдем поближе, может, там пройдемся. Она тоже. Она немножечко в таком восточном стиле. Видите, окошки такие все, да, резьба такая. Вот сверху башенка. Но вот главное, что не путать. То мечта, а это хаял в переводе мечта. Вы посмотрите на эти окошечки. Какие они милые. По сути, весь Семис вот в таких каких-то красивых дачах, доходных домах. Так что тут надо реставрировать и реставрировать. Тут было бы шикарно. Вообще, мне кажется, Семис это вот один из самых таких вот интересных и красивых поселков Юбыка. Здесь могут пристройки вот такие вот. Так, а здесь, походу, пожар был. Вот, смотрите, мы можем, наверное, зайти вниз. Ага. Здесь трубы какие-то, коммуникации. А здесь хранятся дрова. Дровишки. О, будьте осторожны. Скипарисы зацвелить. Срочно всем нос промывать. Аллергикам. Да, это все так Катя сейчас начнет страдать. Все. Все-таки это, скорее всего, был... О, корпус номер три. Корпус номер три. О, смотри. Так оно тут прямо все и осталось. Противотуберкулезный санаторий «Красный Мак». Вернее. Значит, смотри. Это был противотуберкулезный санаторий «Красный Мак». А то для бойцов Красной Армии раненых санаторий был. Который мечта. Пожалуйста. Вообще шикарно. У Юли сердце кровью обливается. Поэтому надо ходить по Семизу пешочком. Тут столько красивых зданий. Тут столько сооружений. Тут можно смотреть и гулять. Советская 35. Вот улица. Вот сюда заходите вниз. Чей-ка там шлагбаум внизу. Тротуар по-ялтински. А вот, кстати, смотри. Центральный вход. Пока машин нету. Да, такой из ниоткуда раз появился. Смотрите, паучок как постарался. Красоту наплел. Вечная память жителям поселка Семиз, погибшим в Великую Отечественную войну. Благодарные односельчане. Ну, я вот смотрю, там уже вставлены окна, да, то есть они в стиле в таком же, ну, пластик, конечно, металлопластик. Ну, друзья, будем завершать свой блог. Надеюсь, вам понравился. Такие новости из Семиза. Всем пока. До новых встреч в интернете, как говорит Вячеслав. Да, подписывайтесь все же на канал. Будет много чего интересного. Скоро сезон. Да, я за своим. Короче, идем и думаем. По-моему, здесь кого-то не хватает. Может, кто знает? Потому что реально постамент. Смотрите, там вот стоит, там стоит дальше. Куда делать статуя? А тут не стоит. Куда статуя делать? Кто знает? Напишите в комментариях. Вячеслав, не хочется со мной дальше идти гулять. Смотрите, здесь. Это тоже как бы корпуса, да, относящиеся к Вилле Ксении. Смотрите, какие тут красивые окошки поставили. То есть, походу, металлопластиковые окна могут быть такими красивыми. Да еду, еду сейчас. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры создавал DimaTorzok